Друзья всех, с вами мистер Ванька, это ЗЛПшечка на хэллоуинской замечательной, интереснейшей карте. Эта карта, своего образа, очень интересная, очень старая. И я, запуская данную ЗЛПшку прямо сейчас, когда еще даже нет никакого голда, хотел бы вам просто рассказать о том, что эта карта уже была в игре в 2013 году. И я могу прямо сейчас уже немножечко поностальгировать, немножечко посмотреть, половить голды вместе с вами. И понадеяться на то, что вам зайдет данный видос. Я пока что на Хантера Жиге буду пытаться здесь ловить эти самые замечательные метеориты. Конечно, в 2013 году никаких метеоритов у нас не было. Посмотрим, что у нас будет вообще здесь на спасателе. Не знаю, будет он здесь заходить, не будет он заходить. Если же у меня не будет получаться тут нормально вылавливать эти самые золотые ящички, то возможно потом переоденемся. Вот уже пару голдов здесь упало, пока у меня ничего особо не получается. Поэтому давайте будем ждать уже следующий ящик. И как только он будет падать, уже тогда подключимся и будем продолжать ловить данные золотые ящички. Буквально сразу же, как только я прогружаюсь в новую замечательную катку, у нас появляется золотой ящик. К сожалению, мне правда сбивают уже мой замечательный дрон. И я уже начинаю сомневаться в том, что этот дрон является тем самым дроном, который мне нужен в данном бою. Но давайте попытаемся поймать. Не знаю, получится у меня здесь что-то сделать. Не получится, но голдов очень много довольно-таки падает. И если уж у меня не получается забрать этот, то один из этих двух следующих, я думаю, что точно надо остаться здесь. Ну, попытаться, по крайней мере, здесь как-то подсейвиться. Да, и как только полетит, вот, например, вот этот вот метеорит, а он должен лететь уже прямо-прямо сейчас. У меня еще есть спасатель, а уже нету. Все, джи-джи, короче, я понял. Я понял, я понял, я понял. Ну ладно, голдов много довольно падает, это очень хорошо. В свое время, когда мы ловили здесь золотые ящики, такого большого количества никогда не было. Поэтому тем интереснее данные голды. Блин, мне скорости немножко не хватило, а можно было бы забирать еще один голдевский. Ну, ничего страшного, пока что еще ни одного не поймал, но ждем следующий голд. Поверяется у нас еще пару сирен. Одна точка уже, как бы, здесь, можно так сказать, очень удобная. При том, что есть овер, можно попытаться как-то кого-то подстопить. Я так понимаю, тут очень много тоже игроков играет с этими замечательными спасателями. Ай, меня, к сожалению, здесь кельнуло. Блин, а там даже контейнер был, можно было бы его поднять, но, к сожалению, не успел. Повлю для себя какие-то пока что максимально неудачные тайминги. Пока не получается что-то как-то вообще бороться здесь за эти золотые ящики. Но вот есть первая, наверное, неплохая попыточка, когда можно будет сейчас попытаться забрать. Пока у меня спасатели есть, но, как всегда, в самый неподходящий момент мне его сбивают. Надо как-то попытаться здесь немножко побольше покрысить. Попробовать посейвиться. И, ну, уже пора открывать счет, пока, пока что-то как-то не идет, если честно. К слову, друзья, контейнеров тоже довольно много падает. В очередной раз я остаюсь без спасателя. Но, все-таки, овер есть хантер. Надо уже попробовать поймать, наконец-таки, первый гол. Надеюсь, что меня сейчас не будет тут респить. И, к слову, этот метеорит тоже такое ощущение, как будто подольше падает, нежели обычные золотые ящики. Поэтому сейчас уже полноценно откэдэшится мой дрончик. И можно просто вставать здесь под ракетку и забирать, наконец-таки, наконец-таки, свой первый гол детский. И я думаю, что сейчас самое время начать уже экспериментировать. Попробуем, наверное, на мамонте половить. Может, еще на чем-то попереодеваемся, как к слову к концу подходит. Поэтому ждем следующий гол. Давайте. Так, ну что, друзья. Наконец-то гол появляется. Это уже новая карта. Это, я так понимаю, та самая дефолтная карта, которая у нас была в прошлом году. Меня тут пытаются сразу сфокусить. Очень печально, конечно. Но голды падают долго. Поэтому, я думаю, что еще есть шанс доехать до него. Постараться забрать. Если уж сейчас можно было бы даже, наверное, овер прожимать. Ай, к сожалению, недалечу точно. Но можно было бы хотя бы здесь киллов немножко подпирить, похавать. И поймать. Интересная тоже довольно-таки карта. Посмотрим, получится у меня здесь что-то поймать. Если не ошибаюсь, в прошлом году здесь было намного больше зон овердрайва. Здесь в этом году уже их стало чуть-чуть поменьше. Но, сути дела, наверное, не меняет. Поймать все так же можно. Только вот проблема единственная в том, что... Я вот сразу чувствую, что в прошлом году очень большое количество игроков сидело именно... Ловило голды. А сейчас все сидят и пытаются зачем-то фокусить. Я не знаю, зачем они это делают. Но ловить стало намного тяжелее в этом плане. То, что, ну, вот, видите, постоянно летит урон. Постоянно типы прожимают оверы. И практически никто не стоит на самой точке со спасателями. Да, то есть ловить стало намного тяжелее. Я пока не понимаю, как к этому приспособиться. Все-таки только вторую катку, можно так сказать, в пику. Но уже какие-то первые определенные попытки были. Контейнеров тоже довольно много падает. Ну и давайте попробуем поймать вот этот еще замечательный голд. Не знаю, у меня сейчас как раз спасатель будет. По идее можно брать. По идее можно брать. Если меня сейчас урона много не нанесут. Спасатель жив. А, что? А, меня застанил, короче, хантер, я понял. Печально, что? Печально. Пока что-то как-то неудачно все получается. Ну, ждем следующего. Смотрим, что будет. Голды появляются довольно часто. Ну, тайминги какие-то прям максимально печальные. Я не знаю, мне постоянно сбивают спасателя, да. Какие-то рельсы, какие-то, я не знаю, типы, которые просто сидят, фокусят для чего-то. Я не понимаю, они вообще как будто голды не ловят. Просто сидят и фокусят. Но вот сейчас будет довольно неплохой тайминг. Постараемся забрать вот этот вот голд. Я не знаю, получится у меня это сделать, не получится. Но, по идее, шансы есть. Да, есть. Нормально, забираем. Ну, и надеемся, что еще один здесь дропнет. Давайте ждем. Буквально я только-только выключил, сразу же появляется новая сирена. Я, походу, уже потихо и начинаю понимать, как надо забирать эти голды. И, в принципе, ничего такого сложного нету, наверное-таки. Просто надо нормальный тайминг ловить, примерно понимать, через сколько будет падать тот или иной золотой ящик. И вот, например, сейчас уже можно полноценно выезжать и, да, вот так вот с легкостью забирать. Походу, тайминг пошел нормальный. И даже, условно, на таком толстячке можно спокойно брать голдики, ебуики. 30 сек остается. Наверное, тут уже голдов не будет. Поэтому, надеемся, что следующую катку мне пикнет на платошку. И там уже вот на этом толстячке можно будет забирать каждый голд просто подряд. Давай. Как я и просил, запикало меня, наконец-таки, на платошку. Правда, тут 2 минуты целых не было голдов. Я почти десятку здесь киллов успел дать за это время. Потихо и постоял на одной очень хорошей позиции. И сейчас есть довольно неплохие шансы, если я пролезу через эту стенку. Ладно, я через нее не пролезу. Ладно, просто жмем, короче, овер и едем под голд. Еще 3 голда сверху упало. Йо-йо-йо-йо, жить-жить-жить-жить-жить-жить! Блин! Как я сейчас от викинга слился. Неплохо он меня здесь фокуснул. Ну ладно, 20 сек, короче, есть еще. Еще 2 голда сейчас будет падать. Один уже летит. Ну а на второй я, по идее, должен по таймингу успевать доезжать. И вот сейчас главное, чтобы ни у одного здесь спасателя не было. И тогда можно будет попытаться забрать, но, к сожалению, нет. Пока что на платошке реально очень как-то тяжело ловить. Но я думаю, сейчас еще будут голды и будут довольно неплохие шансы их забрать. В плане киллов катки вообще максимально удобны, если честно. Вот я, например, на вот этой позиции, которую прямо сейчас занял. Уже я не знаю, сколько здесь максимум комфорта получаешь. И вот сейчас падает еще один гол. Я надеюсь, что сейчас будет шанс его забрать. Потому что у меня здесь и спасатели, и аптечка, и овер. Короче, все есть. Да, ну ладно, я понял, короче. Эти викинги, это я не знаю, что, короче. Я не знаю, как против них бороться. Надо как-то либо сейвить, либо их сразу просто сливать по-быстрому. Дабы меня они не успевали зареспить. Но вот этот тайминг уже с этими викингами, я не знаю, наверное, третий или четвертый раз. Они голды, короче, вообще не ловят. Просто не ловят. Они стоят там, какой-то ерундой занимаются. Кидают этот урон. И просто мешают ловить золотые ящики. Но голдов падает реально довольно неплохо. И, ну, давайте, ну, надеюсь, что этот... О, боже. Опять мне что-то прилетело. Спасатель сбили. Не знаю, чем там артой или чем он там прилетел. Мне сбило еще один. Короче, сейчас будет падать. Но тут без шансов. У меня спасателя нет. Ужига начинает дамажить сразу. Давайте хотя бы попытаемся здесь кому-нибудь тоже помешать. Голдов тоже довольно много падает. Еще две точки есть. Главное поймать неплохой тайминг со спасателем. Если я его поймаю... Вот видите, вот Викинг Гаус. Он играет с приваркой. Он вообще не понимает, что происходит в этой игре. Но зато он сидит, прожимает овер, начинает фокусить. Да, в тайминг какой-то. Ну, для чем ты это делаешь? Для чего? Для чего вы делаете это? Типа, ну, вы ни себе не даете играть, ни другим не даете играть. Зачем вы этим занимаетесь? Еще и контейнер там был. Ну, короче, какие-то на платошке вот прям максимально неудобные тайминги у меня пока что получаются. А вот на той карте, которая обычная хэллоуинская, там что-то как-то пока с голдами обстоит намного проще дела. Ну, вот еще две точки. Давайте, 20 сек. Как раз мне, наверное, хватит, чтобы сейчас откодешился мой спасатель. И если он успеет откодешиться, овердрайв бы еще где-нибудь найти было бы неплохо. Но там сверху вот как раз, например, ровер есть. Ну, надеюсь, что я сейчас не сольюсь. Надеюсь, что я не сольюсь. Давайте поживем. А, я понял. У меня спасатель есть? Или что умер? У меня есть. Давай, 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 давай. Есть, хорош. Первый на жирном на этой карте. Наконец-таки я распечатал ту самую карту, на которой 7 лет назад я нашел Гудмодиона. И говорил, Гудмодион, Гудмодион, это он, это он. Выйдё, выйдё, выйдё. Ладно, ждем следующий гол. Надеюсь, сейчас еще чем-нибудь дропнет. Так, короче, меня только подпикивает в катку. Я вижу уже здесь сразу точку. И если я просто успею доехать до него, то я его беру. Я его железно беру. А, ясно понял. Ничего, короче, я не беру. Взбили мне, как всегда, мой спасатель. Вот тут, правда, овер падает. С овером очень жирным, очень легко ловить. Потому что у тебя, получается, две дополнительных аптечки есть. И если всегда с овером подъезжать к точке с уже имеющимся овердрайвом, с имеющейся аптечкой, то ловить, наверное, ну, удобно, очень удобно. Очень удобно. Давай, давай, живи, живи. Ай, ну, боже мой. Ну, почему пока такие тайминги какие-то печальные? Но меня, походу, спасатели не сбили. Это очень хорошо. Спасатели не сбили. И точка, ну, довольно удобная, довольно удобная. Главное сейчас не получать рельсы здесь. Я смотрю, уже начинают многие брать здесь защиту от... Ну, блин, ну нафиг ты бьешь. Ну, для чего ты бьешь? Ну, это просто джи-джи. Я не знаю. Короче, надо сейчас, походу, уже брать какую-то пушку. Просто респить чолов. Да, и чтобы у них не было тоже возможности меня, например, там, фокусить в каких-то моментах. Чтобы тут какие-то соуски появляются. Что мне взять? То есть я возьму, наверное, жигу. И просто на голде начну их просто всех сдувать подряд. Если они будут меня тут бить, бесить. Ну, видите, они, ну, то есть если вот сравнивать года, да. Если раньше все пытались как-то ловить голды и никого не трогать. И пытаться все вместе, как бы, бороться за голд. То сейчас видите, что происходит? Они просто сидят, респят. И вообще им пофиг. Они даже не ждут этот голд, они просто сидят и респят. И спрашивается, типа, ну, зачем вы это делаете? Просто для чего вы это делаете? Вы ни сами не ловите, ни другим, короче, не даете. По итогу я еще и контейнер не взял. Надеюсь, что еще контейнерочек здесь упадет. Попробую его тут очки еще и забрать. Ждем следующего, короче, пока ловов нет. Так, буквально я только-только выключил. Сразу голд. У меня есть аптечка, есть овер, есть спасать. Голда точка прямо передо мной. И я сейчас чуть-чуть тайминга читаю. Буквально, да. И, короче, понаваливаю. Жарабаса слил. А, у меня спасателя сбил. Вот он с той жопик меня спил в спасателя, короче. И еще один голдецкий я просрал. Печаль! Печаль, 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 печаль. Ладно, короче, пошел я в гараж, сейчас переодену. Возьму что-нибудь другое по пушке. И попытаюсь их посливать немножко. Ладно, не успел я, короче, друзья, переодеться. Опять точки, короче, опять голды. Я, конечно, подпикнулся здесь не в самую удачную катку, можно так сказать. Ну, попытаемся здесь что-то поймать. Я не знаю зачем, но для чего вот эта тита начинает вот стоять, респить, пытаться. Да что ты пытаешься респить, друг ты мой хороший? А, а, тита на спилы. Нормально, 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 легенькая, легенькая. Плюсуем тыщеночку. Но, к сожалению, тыщеночку. То есть, если бы вот это было бы, конечно, не тыщеночка, а был бы замечательный бы кофтейнер, было бы очень неплохо. Ну, осталась минутка, подождем еще, может тут еще чем-нибудь дропнет, но шансов уже мало. Я уже полноценно на третью катку подпикнула. Я так даже не понял изначально, что тут вообще три карты. Я думал, что тут вообще их две, оказалось их три, это еще одна, короче, хэллоуинская. И она тоже отличается от предыдущих. Но здесь, наверное, даже более удобно играть именно на этом страйкере. Пока, конечно, здесь особо голдов не падает, исходя из тех двух карт, могу сказать, что там что-то как-то дропает получше. Но это может просто здесь пока что в катке особо не свезло. Но страйкер на мамонте пока мне как-то очень даже заходит, поэтому ждем. Может сейчас что-нибудь еще дропнет тут. Так, ну наконец-то дождался еще одного. Короче, смотрим, что здесь будет. 20 секунд у меня до кулдауна. Ой, до того, как уже появится спасатель. По сути, если сейчас тайминг нормальный будет, у меня здесь и оверы есть, и аптечка есть, и фулл хп, все, короче, есть. Сейчас главное как-нибудь аккуратненько заехать по красоте. И можно будет пытаться здесь забирать. Надеюсь, что тайминги здесь будут нормальные. И да, это изи катка отжим у Витис вроде Мергелюнчик. Он там был где-то под голдом или его даже слило. Ну нормально, забрали. Есть. Идем дальше. Так, ну и подпикивает меня на последнюю, я думаю, что это уже будет ластовая карта. Здесь, кстати, на этом плато нету того проезда, который есть на обычной карте. Но на том старом Хэллоуине, который был в 2013, мне кажется, тоже здесь не было этого проездика. Хотя, может, я ошибаюсь, может, там было. Хотя карта должна быть, по идее, идентична. У меня был здесь овер, я его, конечно, прожал впустую. И теперь будет немножко потяжелее. Наверное, даже, наверное, даже без шансов, да. Можно было бы, если был бы овер, бы заехать, бы влететь и просто бы прожать бы. Но так как я овер впустую проселил, то, к сожалению, я пока что не влетел. Поэтому ждем. Может, сейчас еще быстро дропнет еще один какой-нибудь. Так, ну и довольно быстро появляется следующий. Я только, только буквально выключил и уже сразу есть голдецкий. Овера пока что у меня, к сожалению, до сих пор нету. Но если бомбу это не поставит. А, ну, не таймингово, конечно, он тут пролепил ее. Можно было бы ее получше поставить. Ну, давайте попытаемся взять. Вот этот вот первый. По идее можно брать, по идее можно брать, по идее можно брать. Да, есть. Забираем еще два. Еще целых два падает. Давайте попытаемся один из этих двух тоже забрать. Может быть, у меня сейчас по таймингу залетит на вот этот вот второй, да. То есть, первый там падает довольно быстро после этого. А вот второй чуточку, чуточку. А, там тоже по таймингу. Короче, они два очень быстро летят. К сожалению, ни одного я уже не успеваю забрать. Но четыре минутки есть еще в катке. Давайте попробуем подождать. Может, чем-нибудь еще поймаем здесь. Довольно быстро появляется следующий. Метка тоже на той, на почти самом центре. Овер есть, спасатель есть, все есть. Фулл хп. И по таймингу тоже можно попытаться здесь забрать. Буквально чуть-чуть отсчитать. Ну и потом уже прожать овер. И просто вылететь вперед за данным замечательным золотым ящичком. Да, аптечку сверху даю. И спокойнейшим образом забираю еще плюс одну косарезочку. Было бы неплохо, если бы сейчас еще бы тут контейнер под конец этой катки бы упал бы. И я бы его спокойнейшим образом бы забрал. Но пока что контов нету. Может, дропнет, может, нет. Ждем, короче. Так, дропает еще один. У меня 92% овердрайва. По идее, если сейчас по таймингу овер появится, то спасатель тоже должен быть. А если будет спасатель, то можно будет, наверное, даже полноценно было бы забрать этот гол. Но спасатель очень-очень долго регенился. Прям максимально. Я что-то как-то пропустил, как меня уже начали накидывать в спину. Но полтора минуты еще есть. Может, сейчас что-нибудь еще упадет. Вроде как это был не контейнер. Поэтому шанс на контейнер еще остается небольшой. Поэтому ждем. А, вот он. Вот он. Вот он гол. А, я как минус. Короче, дропнуло. Меня давай-давай только делить. Не знаю, зачем я, короче, овер прожал. Можно было его, если честно, не сжать. Но давайте сейчас попытаемся все равно поймать. По идее, по таймингу еще успеваю доехать. Поэтому давайте едем, 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 едем на полстачки. Едем, 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 едем. Ай, блин. Ну, эти спасатели, конечно. Что они так долго живут? Почему у меня так по таймингу не получалось быстро все дело реализовывать? А у них вот на изи каточке так получилось. Но, в общем и целом, что я могу сказать? Пока мне все очень даже нравится. Это, можно так сказать, уже конец первой залпшки. Не знаю, там, сколько она по таймингу выйдет. Я не буду, наверное, убирать здесь голды, которые я не поймал. Оставлю все, что есть. Если вам зайдет, да, если вам понравится, если будет фидбэк, если там определенно неплохое количество лайков наберем, то можно будет попробовать еще что-то подобное записать и полноценно еще влететь. Поэтому поддержите данный видос. Если он вам понравился, то буду ждать еще голдов и пытаться вылавливать. Возможно, на еще одну полноценную залпшку. Может быть нет. Но всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok